Добрый день! Врач говорит буквально следующее. Пришли результаты вашего иммуногистохимического исследования. Диагноз звучит как диффузная бэклеточная крупноклеточная лимфома. Мы планируем вам стадирование провести, включающее аспирационную биопсию костного мозга с подсчетом мелограммы, трепанобиопсию костного мозга, ПЭТ-КТ с применением фтор-дезоксиглюкозы. После чего проведем вам 6 курсов терапии ДАЭПОЧ-Р с интратекальной профилактикой нейроликемии и в случае полного ответа в качестве консолидации будем использовать высокодозную химиотерапию с трансплантацией собственных стволовых кровотворных клеток. Ни для никого не секрет, что это сообщение не принесет пациенту никакой полезной для анализа информации, что повлияет на развитие таких неприятных вещей, как страх неизвестности и много повлечет за собой травмирующих эмоциональных переживаний. В этой связи врач должен стать для пациента проводником по вот этому темному коридору неизвестности, который покажет, что там нет ничего страшного, что они вместе пройдут этот путь и в конце их ждет успех. Это очень важно для формирования комплайенса. Что это значит? Это добровольное следование пациенту, предписанному ему режиму лечения. Это касается доз, кратности приема, последовательности приема препаратов, а также строгое следование рекомендациям врача по ограничению диеты или изменению образа жизни, если есть такая необходимость. Кроме того, это обеспечить понимание необходимости таких строгих соблюдений для того, чтобы достичь успеха в конечном итоге. Для того, чтобы мы говорили на одном языке, попробуем разобраться в нескольких терминах. Что такое лимфома? Лимфома – это заболевание лимфатической системы. Лимфатическая система включает в себя лимфатические капилляры, сосуды, протоки, лимфатические узлы и органы, такие как селезенка и вилочковая железа, то есть тимус. В результате лимфомы происходит увеличение лимфатических узлов и появление очагов во внутренних органах, не относящихся зачастую к лимфатической системе. В результате накопления в них опухолевых лимфоцитов. Лимфоцит – это клетка разновидности лейкоцита, которая в здоровом своем состоянии участвует в формировании иммунного ответа, в том числе противоопухолевого иммунитета. Лимфоциты делятся на две большие группы – это B-лимфоциты и T-лимфоциты. B-лимфоциты участвуют в выработке антител – специальных биологических веществ, направленных на инактивацию чужеродных бактерий, вирусов и микроорганизмов. T-лимфоциты – это киллеры, это прямые цитотоксические, повреждающие любой чужеродный агент клетки. Но в их составе есть группа клеток, которые обладают иммуносупрессивным действием, то есть подавляют гиперреакцию, профилактируя таким образом развитие аллергических состояний. Лимфомы – это большая группа заболеваний, в современной классификации их несколько десятков. Принципиально они делятся на две большие группы – это лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы, которые встречаются с частотой 40-60% соответственно. В группе неходжкинских лимфомы названы и классифицированы в соответствии с уровнем, на котором произошло повреждение лимфоцита на этапе какого-то созревания и дифференцировки. Если обратиться к слайду, то мы можем увидеть, что если поломка произошла на уровне клетки предшественницы, то есть в костном мозге, это способствует развитию таких заболеваний, как острый лейкоз или лимфобластные агрессивные лимфомы. Когда клетка уже вышла из костного мозга и попала в кровоток, и впоследствии оказалась в лимфатическом узле, то это провоцирует формирование, возникновение лимфом. В лимфатическом узле происходит очень сложный процесс. Там наивный лимфоцит встречается с антигеном, происходит перестройка генов тяжелых цепей иммуноглобулинов для выработки специальных антител, которые тропны к совершенно определенным конкретным возбудителям. И в зависимости от того, на каком этапе происходит вот эта мутация в лимфоците, лимфомы называются из клеток зоны мантии, или там диффузная крупноклеточная лимфома, или лимфома Бёркета. Надеюсь, что это не про вас. Что касается стандирования лимфом, то есть оценки распространенности заболеваний, здесь используется несколько систем стандирования. Наиболее распространенная это Энербор. Вы видите, что она основана на принципе локализации и объема опухоли. То есть первая стадия – это поражение одной лимфатической области, вторая стадия – это поражение более чем одной лимфатической области, но по одну сторону от диафрагмы. Это мышца, которая условно делит тело на верхнюю и нижнюю часть. Третья стадия – это поражение лимфатических узлов выше и ниже диафрагмы и или селезенки. И четвертая – это распространенная стадия, которая зачастую включает в себя поражение не только лимфатических узлов, но и нелимфатических органов, таких как печень, почки, легкие и костный мозг. Кроме того, я должна сказать, что эти системы стадирования, их много разных, Лугана, например, Мёрфи, Сен-Жуд, не включают в себя ряд таких важных показателей, как количество лейкоцитов, лимфоцитов, гемоглобина, альбумина, локтады и гидрогеназы. Поэтому придуманы в помощь врачу прогностические международные индексы, они разные для лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом, которые помогают определиться с количеством и интенсивностью курсов химиотерапии. Для того, чтобы визуализировать болезнь, придуман такой визоляционный метод исследования, как позитронно-эмиссионная томография. Он основан на применении радиофармпрепарата. Если мы говорим о лимфопролиферативных заболеваниях, то это фтордезоксиглюкоза. Для других заболеваний используется другой радиофармпрепарат. Обмен распространения этого препарата в тканях организма на изображении выделяется свечением разной интенсивности. Вы можете это видеть на слайде. Там представлены забрюшенные конгломераты лимфатических узлов. Обратите внимание, что вот это свечение вызывает такое некоторое размывание контура лимфатического узла или очага в каком-то органе. Поэтому позитронно-эмиссионную томографию зачастую совмещают с компьютерной томографией, с применением внутривенного контрастирования, для того, чтобы структура и размер органа четче визуализировались. Ну и гематолог не может не сказать два слова об острых лейкозах. Это очень грозное агрессивное заболевание, в основе которого лежит мутация, произошедшая в стволовой клетке или комментированных клетках предшественников. Таким образом клетка ускользает из-под контроля, начинает очень агрессивно делиться, заполняет весь костный мозг, мешая клеткам нормальным, здоровым предшественницам гемопоэза производить нам клетки периферической крови, эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. С прогрессированием клетки опухоли, которые называются бласты, могут мигрировать из костного мозга и оставлять свои депозиты в разных других органах, в легких, почках, кишечнике, в центральной нервной системе. На картинке можно увидеть кровь здорового человека, она красная, там много эритроцитов, соотношение эритроцитов и лейкоцитов обычно 3 к 1, то есть эритроцитов всегда больше. И рядом картинка с кровью пациента с лейкозом. Вы видите, что там очень много незрелых молодых клеток, они замещают с собой, вытесняют эритроциты, поэтому старое название такого заболевания белокровия сейчас практически не используется, но обозначает буквально следующее. Для того, чтобы установить диагноз острого лейкоза, как правило, достаточно получить образец костного мозга с помощью аспирационной биопсии. Это средняя картинка в верхнем ряду, в данном случае с помощью иглы, установленной в подвздошную кость, получается около миллилитра жидкой части костного мозга, после чего образец наносится на предметное стекло, фиксируется, красится, и доктор-морфолог описывает нам состояние клеток в костном мозге. Иногда, чаще всего это при лимфобластных лейкозах встречается, не пунктат костного мозга сухой, то есть жидкую часть костного мозга получить невозможно, тогда мы используем трепанобиопсию. Это способ получить фрагмент костного мозга вместе с костномозговыми пространствами, балками, гемопоэтическими клетками и клетками микроокружения. Если говорить о биопсиях в целом, то для диагностики лимфопролиферативных заболеваний используется экстезионная биопсия лимфатического узла, это левая картинка, когда лимфоузел забирается целиком. В ряде случаев это сделать проблематично, тогда как лимфоузел может быть, например, внутригрудным или расположен на кровеносном сосуде, или может быть интимно спаян с капсулой какого-то органа, и такая биопсия может повлечь за собой развитие кровотечения. Есть компромиссный вариант, он называется инцизионная биопсия, то есть биопсия кусочка какого-то лимфоузла или очага, расположенного в любом из органов. Перед вами пример гистологического заключения, где доктор-гистолог описывает диагноз как лимфому Беркета, одну из самых агрессивных лимфом, на основании морфологических характеристик клеток, а также на основании иммуногистохимического исследования. Это набор очень сложных, не тушуйтесь, это сложно и для врачей тоже, набор вот этих вот букв и цифр. Давайте попробуем разобраться, что это значит. Каждая клетка на своей поверхности имеет кластеры дифференцировки, которые записываются английской аббревиатурой CD. Это по сути в общем белки, которые служат легандами или рецепторами для формирования клеточных взаимодействий. То есть клетки по ним узнают друг друга, могут связываться друг с другом, передавать сигналы друг к другу и запускать каскад реакций, например, иммунных. Это своего рода паспорт клетки. Перед вами Т и Б лимфоцит, здоровые со своими презентирующими молекулами. Опухолевая клетка тоже имеет свой паспорт. На ее поверхности презентированы вот такие вот сложные белковые молекулы, которые позволяют врачу-гистологу с помощью специальных иммунных красок распознать клетку и оценить этап созревания лимфоцита, на котором произошло какое-то событие, изменившее жизнь клетки. Ну и возвращаясь вот к этим сложным слайдам, в зависимости от того, где происходит мутация, клетка презентирует определенные вот эти белки, и врач-гистолог может, ну может быть не очень легко, но оценить степень созревания клетки и назвать это каким-то диагнозом. Иммуногистохимическое исследование выглядит следующим образом. Это специальная иммунная краска, которая взаимодействует с белками на поверхности клеток. Если мы посмотрим на слайд, тут вот в частности маркер CD10, это маркер лимфомы из клеток зоны мантии. На картинке С в клетках выследуемого материала нет этого маркера, и реакция не прошла. Клеткой ниже Е, обратите внимание, такое коричневое прокрашивание, это говорит о том, что этот маркер есть на поверхности клеток, и доктор под микроскопом может увидеть вот это вот свечение. Иммунофенотипирование – еще одна методика, которую мы используем. Она позволяет также оценить вот белки, представленные на поверхности клеток. Чаще всего используется для диагностики острых лейкозов, позволяет определить происхождение бластов и степень и созревание бластов. В диагнозе это оформляется римскими или арабскими буквами. Особым образом выделяется лимфобластная лимфома четвертой степени созревания, это лимфома Беркета. Она стоит действительно особнячком, потому что для ее лечения используются протоколы, не подходящие для лечения острого лимфобластного лейкоза. Это аппаратная методика, компьютерная, которая выглядит на картинках в виде таких вот скоплений клеток в зависимости от презентации их антигенов. Генетическое исследование, очень важное исследование, в первую очередь потому, что современные классификации подхода к лечению учитывают это исследование для формирования стратификации рисков, для определения, нужна ли вам трансплантация в первой линии. И, к сожалению, как правило, это очень страдает в регионах. Это очень важное исследование, его необходимо проводить на этапе стадирования, то есть первичной диагностики заболеваний. Здесь классическая картинка представлена. Это транслокация 9-22 или так называемая филадельфийская хромосома. Впервые была открыта для пациентов с диагнозом хронический мейлолейкоз. Чуть позже выяснилось, что острый лимфобластный лейкоз тоже может сопровождаться такой транслокацией. Что на картинке? Красным показана 9-я хромосома, зеленым показана 22-я хромосома. И вот такие маленькие светофоры это химерный ген BCR-ABL, который образовался в результате переноса участков с 9 на 22 и с 22 на 9 хромосомы соответственно. Флюоресцентный микроскоп используется для определения вот таких вот транслокаций. И, собственно говоря, диагноз записывается при формулировке диагноза. Используются вот такие исследования. Так, ПЦР-методика. Это очень сложно. Скажу только то, что это используется в диагностике не только онкологических и гематологических заболеваний, но и в диагностике наследственных, аутоиммунных заболеваний и даже для установления отцовства. Суть его в том, что с помощью специальных ферментов увеличивается количество копий ДНК или РНК, которые можно изучать. То есть в пробирке получается из небольшого количества материала огромное количество, необходимое для исследования. После завершения диагностики наших заболеваний врач определяется с лечением. Что такое противоопухолевая химиотерапия? Это воздействие на быстро делящиеся клетки, то есть опухолевые клетки, ядовитых препаратов. Ядовитые препараты делятся очень по-разному. Это могут быть антиметаболиты, то есть препараты схожие, аналоги с теми, которые встречаются в организме. Например, метатриксат, который является аналогом фолиевой кислоты, но участвуя в процессах транскрипции, трансляции белка, встраиваясь в клетку, он ее разрушает. Цитостатики растительного происхождения, принцип действия тот же, различие только в том, что они получаются из растительного сырья, то есть так называемые винкоалкалоиды, алкилирующие препараты, такие как циклофосфан, которые нарушают синтез ДНК, и противоопухолевые антибиотики, которые действуют так же, как антибактериальные препараты на бактерии, так же принцип действия противоопухолевых антибиотиков на клетке опухоли. Токсичность. Останавливаться на этом не буду долго, очень много об этом говорил Олег Александрович. Здесь токсичность проявляется в воздействии ядовитых препаратов на здоровые клетки организма. В первую очередь это костный мозг, клетки которого очень активно делятся. Это сопровождается нарушением гемопоэза, частичной заменой костно-мозгового кровотворения с соединительной или жировой тканью, что в свою очередь сопровождается дефицитным клеточным состоянием в крови. На слизистой оболочке ядовитые препараты действуют в результате чего происходит развитие стоматита, энтерита или колита. Иногда тяжелые формы возникают. Также химиотерапия может нарушать сперматогенез, нарушать менструации и в конечном итоге влиять на фертильность. Ну и аллопеция, известная ситуация, как правило, обратимая. Доктор часто использует такую терминологию, как протокол лечения. Следующий слайд, пожалуйста. Не работает указка. Протокол лечения. Что это такое? Это документ, который включает в себя руководство по диагностике, лечению и наблюдению пациентов с определенным гематологическим заболеванием. Протокол разрабатывают врачи-исследователи и врачи общей практики для того, чтобы на основании успешного уже применения каких-то препаратов и инновационных технологий. Наименование протокола включает в себя название заболевания, которому посвящен этот протокол, название исследовательской группы и год, когда этот протокол был опубликован. Вот так, например, ОЛЛМБ-2015. Это значит, что протокол создан для лечения лимфобластного лейкоза. Группа разработчиков международная Москва-Берлин и опубликован он был в 2015 году. Блок химиотерапии – это часть протокола, в которой подробно описаны особенности лечения, дозы, кратность введения, разведения, коррекция дозы химиотерапевтических препаратов. Обычно этот термин «блоковая терапия» используется при лечении лейкозов, когда в короткий промежуток времени необходимо провести высокодозное лечение. Этапы лечения острых лейкозов названы как индукция ремиссии, то есть получение ремиссии, консолидация ремиссии, то есть закрепление ее. В случае, если лейкоз прогностически благоприятный, то есть генетика у этого лейкоза хорошая, может использоваться термин «поддерживающая терапия», то есть это небольшие дозы препаратов в течение нескольких лет. Если речь идет о лейкозах высокой группы риска, то здесь в качестве консолидационного лечения используется трансплантация костного мозга. Для того, чтобы говорить о трансплантации костного мозга, нужно вспомнить, что лейкоз – это повреждение стволовой клетки или клетки комментированного предшественника лимфо- или миелопоэза. Поменяйте мне слайд, пожалуйста. Это три верхние клетки. Мультипатентная клетка предшественницы, она самая верхняя, клетка предшественник миелопоэза и лимфопоэза. Из лимфобласта формируются в нормальном состоянии лимфоциты и плазматические клетки, из милобласта формируются эритроциты, тромбоциты и гранулоциты. Это тоже разновидность лейкоцитов. Что такое трансплантация? Суть процедуры заключается в том, что собираются у донора, это может быть сам пациент для себя в случае аутологичной трансплантации или донор, здоровый человек, собираются стволовые клетки. Для этого их надо выманить в кровь, они в норме всегда находятся в костном мозге. После чего проводится этап высокодозной химиотерапии. С помощью высоких доз ядовитых препаратов используется или угнетение костного мозга, репрессия, или уничтожение костного мозга, милоабляция. После этого происходит реинфузия стволовых клеток, полученных ранее от донора. Выглядит это как внутривенное введение препарата в крови, например. Это не хирургическая процедура. Как я уже сказала, виды трансплантации разные. Это аутологичная, когда донором является сам пациент, и показанием к ней являются состояния, то есть заболевания, не затрагивающие клетку предшественницу. И аллогенная трансплантация, когда используется, когда нужно заменить болеющую стволовую клетку на здоровую донорскую клетку, поэтому донор должен быть здоровым человеком. Это действительно непростая процедура, поэтому очень строго подбирается донор, доноры типируются, донор был абсолютно должен быть совместим с рецепиентом, то есть пациентом в нашем случае. И показанием не все состояния, не при всех состояниях, точнее говоря, показана трансплантация костного мозга, поэтому с этим определяется врач. Я надеюсь, что что-то из сказанного мной было полезно. Желаю вам здоровья и с удовольствием отвечу на вопросы, если они есть. Продолжение следует...